Всем привет! Меня зовут Стрэндж и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня я продолжу раскрывать страшные подробности секретных материалов сил специального назначения США по проекту Медиа. В целях безопасности моего источника все имена и фамилии изменены, а документу добавленная художественная окраска. Но то, что вы сегодня узнаете вас шокирует. Поэтому, если вы не готовы к этому, закройте видео и продолжайте жить спокойной жизнью. В неведомье. Итак, я начинаю. Знойная Красная Африка, Притория. Тогда мне было 7 или 8 лет. Я не помню точно, я шел со школы и вдруг в узком переулке между Бакалеей Мадам Уилсом и углом автомобильной мастерской Питера Буминга, я встретил всю троицу. И ведь знал, что они там могут быть, и все равно пошел. Гота Ануле, Бальтазар Перек и Азас Бурма – два чернокожих африканца из новеньких, которым было глубоко плевать на апартеид и все, что с ним связано. Ну и Бальтазар – потомок португальских перселец. Готачеш, сопляк! Худой, верхкий и беззубый Гота подскочил к Илону и вырвал из его рук кожаную сумку подряд. «Адай, Гота!» Мальчик протянул руки, но тут же был схвачен рослым Азасом. Бальтазар же наблюдал за всем со стороны и ухмылялся, пока Гота не притянул ему сумку. «Глянь, Джефф, может там что-то ценное есть?» Берек перенял сумку и раскрыл молнии, вынул туб у телескопа. Оба негра жадно смотрели на сумку, на телескоп и ждали дальнейших распоряжений своего шея. «Что, малыш, звездочки захотелось посмотреть?» «Отдайте!» – пропищал Илон, его глаза стали заполняться слезами. Берек картина развел руками и телескоп упал на асфальт. Линзы разбились, а туба покатилась вниз по переулку. «Ой, прости, малыш, я случайно уронил его. Ну-ка, оделайте его, парни, чтоб знал, как заходить в наш переулок». Илон Маск встряхнул головой. Фух, неужели задремал, а пер с руками в мраморную столичницу своего кабинета. Все так и есть. Был в притории в детстве и снова вернулся в Хоттерн, Калифорния. Не было здесь никого, кроме него. Не было ни Перека, ни Ануле, ни Бурмы. Интересно, а какими они стали? Наверное, их уже в живых-то нет. Перека с его неуемным характером где-нибудь зарезали лихие люди, коих немало было в ЮАР. Бурма сдох в какой-нибудь ночлежке от Сифилис Эриспида. А Ануле, ну, на глазах всего школьного двора увезли его в полицейской машине за изнасилование старшеклассницы. Наверное, стал женой какого-нибудь здоровенного африканца. Туда им и дорога. Илон Маск улыбнулся и потер виски. Ну что, к делу. С той злополучной встречи в переулке прошло уже 23 года. Дела в SpaceX шли лучше некуда. Новые заказы, новые сделки, а главное, возможность развиваться и развивать науку. Единственную всеоблемлющую и несокрушимую страсть Илона Маска. Илон нажал на кнопку селектора, и ему ответил голос миловидной секретарши. «Слушаю, господин Маск». Ее голос нравился ему. Илон снова улыбнулся. «Марджи, дорогая, посмотри по отчетности, пришли ли ответы на наши претензии из завода Моторс и Скайспейс. И никому не назначай после полудня. У меня встреча с полномочным представителем из НАСА. Одну минуточку, господин Маск. Я отправлю отчет на ваш мейл». Встреча с полномочным представителем не состоялась. Состоялась другая, знаковая, перевернувшая все бергном, полностью изменившая жизнь. Илон Маск вышел из стеклянно-бетонного здания штаб-квартиры SpaceX. Счастливо потянул свежий воздух легким и направился к припаркованной машине, в которой его уже поджидал личный шофер. Привычно уселся на заднее сидение, кивнул водителю и откинулся на кресло. Водитель прекрасно знал распорядок дня и никаких коррективов или указаний не последовало. Вдруг стекло слева от водителя с дребезгом разбилось. Водитель откинуло вправо, а после его тело забилось в конвульсиях. Илон даже не успел скрикнуть, как дюжи и две руки вытянули тело водителя из автомобиля, а на его место усаживался здоровенный мужик в черном смокинге и черных очках. Рядом с Илоном оказался второй такой же мужчина. Могло показаться, что они близнецы с тем, который бойко вытряхнул водителя из-под руля и занял его место. В чем дело? Что происходит? Машина тронулась с места и начала набирать скорость. Как ни странно, ее без лишних вопросов пропустили за внешний периметр. А куда они дели водителя? В вас! Это не должно волновать, мистер Макс. С вашим водителем все в порядке. Мужчина, сидевший рядом, смотрел перед собой, хотя из-под темных очков было неясно, куда он смотрит. Руку он демонстративно держал на нагрудной кобуре. В чем дело? Это похищение? Илон схватился за ручку двери и попытался потянуть ее на себя, но тут же ощутил, как пальцы чужака железной хваткой стиснули плечо и рванули на себя. Попрошу не делать глупостей. Скоро вы сами все узнаете. Машина на высокой скорости промчалась по Игл Гарденсу и повернула в проспетку Гарфилдмана. Затем Илону завязали глаза и помогли забраться вертолет. Полет длился приблизительно полчаса. Сначала Илон считал, пытался запомнить повороты, но вскоре сбился и решил просто ждать свою мечту. В это самое время, в 220 километрах от Хартена, в небольшом охотничьем домике, посреди индейской резервации Паумана Энт-Юйма, ученого и гения Илона Маска ожидал агент специальных операций Джон Войтович. Внутри избушки с ним находился человек в черной джинсовой куртке, черных джинсах и берете. Руки убраны в карманы. «Почему? Я должен повторно запрашивать сводку!» Войтович орал на человека в черной джинсовке. «Почему отдел внешнего наблюдения постоянно подводит?» Мужчина на джинсовке снял темные очки и положил их на стол перед Войтовичем. «Я не отвечаю за сводки отдела внешних наблюдений. В аналитическом сейчас разбирает мелочевку, полученную от наших северных партнеров». Войтович заинтересовался? «Что там у этих бывших коми?» В районе озера Байкала зафиксировано падение объекта внеземного происхождения. Предположительно рухнул прямо в озеро. Готовится группа наших агентов в России. «А русские?» «Сейчас наши работают через МИД. Возможно, все, что они там нароют, они сами нам и передадут. Они нам в Курск простили. Сдали все секреты без боя и это сдадут». «Ладно, не распускай язык. Сядь!» Войтович взял сигару из коробки на столе, откусил кончик и раскурил ее. «Слышишь?» Над избушкой с нарастанием раздался шум вертолетных винтов. Мужчина в джинсовке, одел очки, встал и поправил две поясные кубыры. «Конвейируешь, умника, сюда!» «Сам останешься в ход!» Через 15 минут Илон Маск сидел за столом перед Войтовичем. «Позвольте представиться, господин Маск!» Войтович привстал и протянул руку. «Я агент ПБР Томаш Борецкий!» Он специально представился одним из своих вымышленных имен, которое, впрочем, тут же было подтверждено протянутым удостоверением. «И у вас так принято похищать людей?» «Черт подери, мы живем в Америке, и у меня есть права!» Войтович сел на стул и холодно посмотрел в глаза Илону Маску. «У вас есть право в эту же секунду быть казненным мною за государственную измену, но я могу предложить вам другую участь!» По спине Илона прокатилась волна страха. Подбородок, покрытый неровной щетиной, задрожал. Маск, не отрываясь, смотрел на руки Войтовича и боялся проронить даже звук. Невыносимо захотелось в туалет. «Расслабьтесь, господин Илон! Чувствуйте себя свободно!» Войтович осмехнулся и затянулся сигарой, выпустив дым прямо в лицо Маска. «Вы здесь потому что наше государство имеет на вас очень большой интерес! Вы понимаете?» Илон Маск кинул головой и закашлялся от дыма сигары. Войтович снова затянулся и прикрикнул «Отвечать, как положено!» Маск встрепенулся. «Да, я вас понял!» «Само собой, все, что будет вам продемонстрировано, носит абсолютную секретность!» «За разглашение...» «Кстати, как поживает ваша семья? У вас же, кажется, недавно родился сын?» «Да, а какое это имеет отношение?» Илон Маск растерянно посмотрел на Войтовича. «Ваша супруга, Джастина и сын будут очень расстроены, если вдруг их муж и папа даст нам повод сомневаться в лояльности!» Илон молчал. Войтович самодовольно посмотрел на собеседника перед собой, хотя тот был сейчас похож скорее на подсудимого перед приговором. «Впрочем, будем считать официальную часть законченной. Сейчас вам будут продемонстрированы некие материалы, которые вы должны будете изучить и дать краткоустное заключение. Вам понятно?» «Да, но что я должен делать? Я не понимаю...» Войтович достал из-под стола кейс и вынул из него ноутбук, раскрыл и повернул к Илону. «Изучите следующий документ и фотоматериалы. Я оставлю вас одного!» Войтович сидел в салоне вертолета напротив мужчины в черной джинсовой куртке. «Ну что скажешь, Джон?» По-моему, он обосрался. Войтович сделал глубокую затяжку и выпустил дым в приоткрытую полусферу со стороны пилота. Мужчина в джинсовке усмехнулся. Войтович сел и хлопнул приоткрытой полусферой. «Дадим ему один час, потом проведем беседу. Кстати, Борис, приглядись к нему. Проект неба на ладони и будешь курировать именно ты!» Илон Маск сидел перед ноутбуком и сначала не мог поверить глазам. В какое-то мгновение ему казалось, что все это розыгрыш. Его друзья или супруга отвалили кучу денег и все вокруг бутафория. Чутье подсказывало иное. Перед ним были записи секретного отчета, подкрепленные фотографией. При строительстве подземного крепления на глубине 460 метров в районе Аляскинского хребта при разработках скально-базальтовой породы лазерно-термическим способом был обнаружен колоссальный подземный грот. Размеры уточняются. Все работы приостановлены. Район оцеплен. Для осмотра и исследования грота в устье направлен взвод спецназа. При заходе в грот спецназ был атакован неустановленным противником. Погибшие. 11 человек. Тело изучает в гамме спектр. Мощность след кобальтового излучения. Из предварительного заключения. Грот являлся базой инопланетных существ. Срок обустройства, штатное расписание и режим использования не установлен. В настоящее время производится исследование тел инопланетных пришельцев. Далее по тексту «Чужие». Предварительное исследование тел чужих не дало результатов. Не хватает научно-исследовательских мощностей. Подбирается сравнительные образцы. Из исследований базы чужих ясно следующее. Глаза Илона Маска округлились. Дыхание было поверхностным. В этот момент он просто боялся сделать полный вздох. Он просматривал фотографии тел инопланетных существ, обнаруженных в гроте. Пришельцы сочетали в себе признаки рептилий и людей. По всей видимости, прямоходящие сине-зеленые оттенок кожи, омертвленные кошачьи зрачки. На следующей фотографии тело располагалось на огромном препараторском столе, вскрытое. Грудь и живот Илона охватил спазм. Он рефлекторно закрыл рот ладонью и перегнулся вбок от стола. Невероятным усилием воли Илон сдержал рвотные пассивы и продолжил изучение материалов. Грот. Система внешней защиты и всемощности управляется высокочастотным биокомпьютером. Илон рассматривал фотографию, на которой была запечатлена крупная колба, внутри которой покоилось нечто. Почему-то сразу же показалось, что это мозг. Нечеловеческий, неизвестно чей, размером с автомобильным двигателем. От мозга в сторону ответвлялись множество датчиков, непонятные иглы, целые сотни игол и много неизвестных устройств. Сейчас мозг был мертв. Это было понятно. В ходе исследования биокомпьютера был установлен телепатический контакт с неизвестной сущностью. Далее Куратор. В контакт вступила сержант-инструктор 2-го класса Одри Авкапур. Контакт произошел спонтанно после попытки подключения биокомпьютера к внешнему источнику энергии. По заключению из первичного телепатического контакта. Грот принадлежал древней расе инопланетных существ. Далее Наги. Цель базы и ее возможности не разглашались. В целях дальнейшего сотрудничества был заключен контракт. Условия контракта по спецдопуску. 2016 год. Нейролинк. Сан-Франциско. Скотт, ты подготовил отчет по лабораторным испытаниям? Молодой парень в белом халате с бейджиком компании Нейролинк отвел глаза от компьютера и посмотрел на своего начальника. Встал. Да, мистер Уитман. Остались справки по погрешностям в корреляции цифровой модели нейрона. Сегодня получу данные из экспериментальной цифровой лаборатории и отчет будет завершен. Уитман одобрительно кивнул головой и направился в свой кабинет. Обернулся на входе. Сегодня данные будут. Я потороплю цифровиков. Форсируйте отчет. Господин Илон Маск не любит ждать. В это самое время, в 50 километрах от Сан-Франциско, Илон Маск шел и осматривался в лаборатории цифрового синтеза нейромоделей. Нейромоделями здесь было принято называть сотни стеклянных колб, заполненных нейростимулирующим раствором. В колбах находились живые люди, погруженные в глубокий анабиоз. Из-за невозможности скопировать или заново воссоздать найденный биокомпьютер для получения нейроаналитических мощностей, нами была запрошена помощь куратора. В рекомендательном порядке были получены следующие сведения. Нейроны головного мозга человеческих организмов дали нейромодели, могут быть многократно усилены с помощью вещества, задействованы в нейростимулирующем растворе. Для обеспечения одного часа работы биокомпьютера необходимо задействовать 41 нейромодель в режиме постоянной работы. Внешнее соединение нейромоделей осуществляется нано-кабельными из золота нейромиевого сплава, последовательным соединением трепонированного мозга в области гипофиза. По истечении мощности каждой нейромодели один час материал утилизируется. Мы вам сегодня раскрыли только часть информации о пришельцах. Данных о их деятельности на Земле намного больше. На нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе «О канале». Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду. Продолжение следует...